Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И не спослал вместе с ним книгу, то есть Кур'ан, в которой содержится милость и лечение от любых болезней для его рабов. Поэтому Аллах Субтитры создавал DimaTorzok И мы не спосылаем этот Кур'ан как лечение и исцеление и милость для верующих. И этот Кур'ан является самой последней книгой Аллаха Субханава Тааля, которую он не спослал своим рабам. И этим Кур'аном Аллах Субханава Тааля завершил свои постановления. И тот, который придерживается этого Кур'ана, он будет счастлив в этой жизни и в будущей жизни. А тот, который отвернется от этого Кур'ана, то он будет несчастен и потерпит убыток. Поэтому Аллах Субханава Тааля говорит И когда к вам явится прямое руководство от меня, то есть от Аллаха Субханава Тааля, то те, которые будут придерживаться этого прямого руководства, они никогда не заблудятся и никогда не будут несчастными, говорит Аллах Субханава Тааля. И разъясняя этот аят, Ибн Аббас рода Аллаху Анхума, то есть подвижник, посланник Аллаха Салалу Алейху Асаляма и его племянник, который был одним из величайших муфассеров этой общины, то есть тех, которые дали комментарии и толкование Кур'ану, он говорит, то есть он, тот, который будет придерживаться прямого руководства от Аллаха Субханава Тааля, он не заблудится в этой жизни, в мирской жизни и не будет несчастным в следующей жизни. То есть тот, который придерживается Кур'ана, для него есть вот эти великие две награды, то что он не заблудится никогда в этой жизни, в мирской жизни. И никогда он не будет несчастным, то есть не будет он несчастным, не будет он наказан, не будет он вергнут в огонь, когда в судный день. И Аллах Субханава Тааля также описал эту книгу, то есть Кур'ан, то что это является нур, то есть светом, и также что этот Кур'ан является прямым руководством для всех его рабов. И поэтому Аллах Субханава Тааля поднимает степенями тех, которые придерживаются этого Кур'ана, так как этот Кур'ан является исцелением для того, что в наших сердцах, и также в нем есть успокоение для наших душ. Поэтому этот Кур'ан побудил нас к любому добру и предостерег нас от любого зла. И контекстов указывающих, то есть священных текстов указывающих на достоинство Кур'ана очень много. И из права Кур'ана, то есть у Кур'ана есть свое право, которое мы должны отдавать, это чтобы мы размышляли над ним, чтобы мы читали его, чтобы мы познавали постановления, содержащиеся в этом Кур'ане. И поэтому праведные предшественники, богословы этой общины написали очень много книг и трудов в объяснении достоинства Кур'ана этой книги, благословенной книги Аллаха Субханава Тааля. Так как это сделали имамы Аль-Бухари, Муслим, Абу-Дауд, Ат-Тирмири, Ибн-Маджа и Насаи в своих сборниках, по хадисам у них есть разделы, где упоминается достоинство Кур'ана. И также это сделал имам Ад-Дарьи в своей книге Ас-Сунан. И поэтому нам, как мусульманам, также является очень сильно заботиться, то есть является обязательным заботиться об этом Кур'ане, о книге Аллаха Субханава Тааля. То есть читать его, познавать его постановления, содержащиеся в Кур'ане, знать те этикеты, с которым, те этикеты и нравы, с которыми пришли в Кур'ан, и знать те притчи и те истории, которые пришли в Кур'ане. Поэтому Аиша, роды Аллаху Анха, когда дала характеристику посланнику Аллаха Субханава, сказала, То есть его нравом был Кур'ан. Что это значит? То, что он делал, то есть практиковал буквально все вещи, которые приходили в Кур'ане. То есть совершал дела в соответствии с Кур'аном. Если приходили приказы какие-то в Кур'ане, он обязательно подчинялся этим приказам. Если же приходили какие-то запреты, он обязательно сторонился их и так далее. И размышлял над Кур'аном, размышлял над притчами и историями, которые содержат в себе Кур'ан. И Кур'ан, то есть книга Аллаха Субханава Тааля, она не упустила ничего. В ней содержится все, в чем нуждается мусульманин в своей жизни. И также Кур'ан, как Аллах Субханава Тааля сказал, То есть является разъяснением каждой вещи, всякой вещи. И поэтому, говорит шейх, по этим причинам, из-за того, что у Кур'ана есть, то есть у книги Аллаха Субханава Тааля есть такие достоинства. Братья из издательского дома Мактаба Туль-Муахидин и также другие братья с разных стран, с разных центров призыва, они попросили у шейха, то есть он говорит у меня, то есть у шейха, чтобы он стал преподавать, то есть или начал уроки, онлайн уроки, цикл уроков о достоинстве Кур'ана. И выбрали книгу Фадоилюль-Кур'ан, то есть достоинства Кур'ана, раздел о достоинствах Кур'ана Исахияль-Бухари. И имам Аль-Бухари, рахматуллахи алейхи, говорит шейх, он собрал очень много глав, которые связаны с достоинствами Кур'ана. И затем шейх начал перечислять эти главы. Эти главы, говорит шейх, первая глава, Как не спосылалось откровение пророку Мухаммаду, и что было первым откровением, которое было неспослано пророку Мухаммаду. Вторая глава, То, что Кур'ан был неспослан языком курайшитов, То есть арабским диалектом курайшитов. И также говорит Бабу Джам'иль-Кур'ан, Как люди собирали Кур'ан. Глава о том, как люди собирали Кур'ан. Дальше говорит Бабу Кати бин-Нави, Салал-Аллаху алейхи вассаляма, Глава о писцах посланника Аллаха, Салал-Аллаху алейхи вассаляма, Которые записывали Кур'ан. Бабу Унзилаль Кур'ану аля саба'ати Ахруф. Глава о том, что Кур'ан был неспослан на семи диалектах. Шестая глава Бабу Тарифель-Кур'ан. Шестая глава, Как был обратно же собран в книгу Кур'ан. Дальше говорит Бабуbian кана Джибриü, Джибриилю яуду кур'ана аля набии Салал-Аллаху алейхи вассаляма, Джибрииле алейхи саляту, То есть ангел Джибрииль приходил к пророку Мухаммаду Салал-Аллаху алейхи вассаляма И обучался вместе с ним, и обучал его Кур'ану, говорит. Следующая глава Бабу Аль-Курро и Мин Асхабин Наби, салаллаху алейкум 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 салаллаху а Потом, бабу фадлит аль-муаввизат, то есть достоинство суры, куль ауузу би роббин фалак и куль ауузу би роббин нас. Дальше говорит бабу нузули сакинати вал малаикат инда кироатил Кур'ан. Глава о том, что не спосылается спокойствие и не спускаются ангелы при чтении Кур'ана, то есть когда человек читает Кур'ан. Дальше говорит бабу мангколя лям я трюкинннавию салаллаху алейху ассаляма илля ма байнат даффатейн. Глава о том, что некоторые ученые сказали, что пасанник Аллаху алейху ассаляма не оставил нам ничего, кроме того, что содержится только в Кур'ане, то есть от корки до корки. Дальше говорит бабу фадли л кур'ане аля саири л калям. Глава о достоинстве Кур'ана перед остальными словами, перед другими речами говорит. И глава говорит бабу аль-васияту бикитабиллях. Глава о завещании книги Аллаха субханава тааля, то есть завещание того, чтобы люди придерживались книги Аллаха субханава тааля. Дальше шейх говорит, и мы просим Аллаха субханава тааля, то есть он дальше делает дуа, мы просим Аллаха субханава тааля, чтобы он дал нам понимание этого Кур'ана и также облегчил нам обучение и изучение Кур'ана, постановлений, содержащих Кур'ан. И также, чтобы он облегчил нам всем наше положение. И также он говорит, чтобы Аллах субханава тааля облегчил нам провести этот Рамадан в поклонении ему, в подчинении ему, совершая благие дела и размышляя над Кур'аном. Ведь поистине говорит, счастливый человек это тот, который придерживается Кур'ана и изучает его. Так, как посланник Аллаха субханава тааля, то есть он сказал, самые наилучшие из вас это те, которые изучают Кур'ан и обучают его другим, то есть являются самыми, абсолютно самыми лучшими людьми, как это сказал посланник Аллаха субханава тааля, то есть он говорит, нет истинной жизни, и нет истинного счастья для людей только посредством возвращения Кур'ану и также только посредством принесения покаяния Аллаха субханава тааля, то есть принеся искреннее покаяние Аллаха субханава тааля. И то, что мы сейчас наблюдаем, говорит шейх, из того, что постигла этот мир из этой пандемии, короны, говорит, это все нам напоминает, то есть это все является напоминанием Аллаха субханава тааля о его правах, то что мы должны поклоняться ему одному, субханава тааля. И также это указывает на его всемогущество и на его силу и мощь, и то, что он может в любое время неспослать свое наказание на людей. Ведь поистине вот эти вот наказания и беды и невзгоды, которые Аллах субханава тааля посылает на своих рабов, в этом есть напоминание, в этом есть увещевание, в этом содержится то, что люди должны сейчас молить Аллаха субханава тааля о том, чтобы он как бы увел эти невзгоды от них. И поэтому люди должны возвращаться к Аллаху субханава тааля. А возвращение к Аллаху субханава тааля происходит посредством чего? Посредством того, когда люди начинают практиковать в своей жизни Куран, в своей акиде, то есть они начинают практиковать Куран в своей акиде, в постановлениях, то есть в своих поклонениях и во всех своих делах, в своих нравах, в своих этикетах, в своих взаимоотношениях с людьми. Во всем этом люди должны возвращаться в Куран, говорит шейх. Поэтому нет истинного счастья для человека только посредством возвращения к Курану, то есть к словам Аллаха Субханава Тааля, к речи Аллаха Субханава Тааля. Поэтому говорит имам Малик, рахматуллахи алейхи, последние из этой общины не могут исправиться только посредством того, что исправило первое поколение этой общины. То есть последнее поколение не может исправиться, последнее поколение мусульман не может исправиться только посредством того, чем исправилось первое поколение мусульман. А первое поколение мусульман, говорит шейх, они исправились и стали благими только посредством того, что они практиковали во всех аспектах своей жизни Аль-Куран. Великий Куран, слова Аллаха, приказы содержащие в этом Куране и запреты, то есть оставляли эти запреты, содержащие Куран. И поэтому этот Куран является книгой, которой Аллах усовершенствовал для мусульман их религию. То есть Аллах усовершенствовал религию посредством этого Курана и посредством того, что он испослал пророка Мухаммада, как он сказал, Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию и довел до конца своей милости для вас и стал доволен для вас, как религией, исламом, говорит Аллах Табараква Тааля. И на этой ноте шейх закончил и сказал Аллаху Алям, ассалаллаху аля набина Мухаммад, аля алихи и асхабихи Аджма'ин и поприветствовал нас, сказав ассаляму алейкум у рахматуллахи в баракату. И завтра уже непосредственно сказал шейх, что мы перейдем к чтению этой прекрасной книги имама Аль-Бухари.